Отпуск на машине, что может быть лучше? Главная опасность это усталость. Заснуть за рулем гораздо проще, чем кажется. Усталость коварна. Она подкрадывается незаметно. Вроде бы чувствуете себя хорошо, а скорость реакции уже не та. Проведем эксперимент, который покажет, как снижается скорость реакции. Сейчас я выполню стандартное упражнение на время реакции. Сначала в классе, затем на автодроме. В классе есть вот такой тренажер. Выглядит несовременно, зато работает исправно. Все просто. Загорается сигнал. Водитель должен как можно быстрее повернуть руль или нажать педаль. В результате скорость реакции 0,63 секунды. А теперь по площадке. Два несложных упражнения. Остановка перед препятствием. Все без ошибок. Среднее время 8,68 секунды. А теперь в путь. Маршрут у нас в Зеленоград-Владимир. И обратно. Примерное время в пути 6 часов. Постараемся проехать без остановок. Проехали без происшествий и остановок. Но за рулем были в два раза дольше, чем рекомендуют профессионалы. Почти 7 часов. Состояние нормальное. Спать не хочется. Усталости практически не чувствую. Начнем вторую часть теста. Измеряем скорость реакции на тренажере. Несмотря на нормальное самочувствие, скорость реакции упала почти в два раза. Почти полторы секунды. На площадке тоже неслабла. Не смогла остановиться первая реакция. И в первой же попытке сбила голову. Время тоже стало заметно хуже. Почти 10 секунд. Пора подводить итоги. Вы видели сами, какой вывод. Обязательно останавливайтесь через каждые 3 часа пути. Это эффективнее, чем один долгий перерыв. Если почувствовали сонливость, сразу же остановитесь и подремите минут 30-40. Это лучший способ победить сон. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...